Коллеги, всем привет! С вами Анита Модестова, это канал за тех, кто преподает иностранные языки. Я на этой неделе немножко приболела, прихожу в себя, поэтому такой сил на полноценное большое красивое видео у меня нет. Но у меня есть договоренность с собой и с вами о том, что я публикую одно видео в неделю, поэтому видео я снимаю. Такое немножко может быть расслабленное, без красивого заднего света, в общем, с минимально необходимой подготовкой. Еще из событий на этой неделе будет Ярконф, если вы смотрите это видео прямо в момент выхода. Я иду на довольно большое очное обучение на двухдневный тренинг, который будет повторяться несколько раз. В общем, поэтому силы экономлю. Спасибо вам за понимание. И еще одна новость, что не очень понятно, что дальше будет происходить с Ютубом в нашей стране, поэтому потихоньку мои видео выкладываются в ВК-видео. Подписывайтесь на меня и там в любом случае есть подкасты, в которых тоже все выходит. Ничего не потеряется, ничего не удалится, ничего не пропадет. В общем, мы с вами остаемся на связи. А сегодня я с вами хочу поговорить вот о чем. Дело в том, что эту мысль я высказывала уже много раз, и она периодически как бы снова и снова, этот разговор повторяется, и я решила записать на видео, чтобы выразить свою позицию однозначно. В общем, это видео про то, как я изменила свое отношение к Skyeng. И на самом деле это видео не про Skyeng. Skyeng в этом никак не участвовал, никак со мной не связывался. У нас вообще нет никаких отношений, в смысле, что я никогда не работала. И, насколько я помню, не сотрудничала ни со Skyteach, ни с какими другими организациями. Поэтому это видео чисто про меня, а на самом деле это видео про фрилансеров. И Skyeng здесь употребляют довольно как условно-собирательный образ, может быть, даже как такие слова типа, не знаю, ксерокс и такого рода названия компании, которые на самом деле подразумевают уже в целом группу, допустим, онлайн-школ. Не секрет, что в нашей преподавательской среде принято ругать Skyeng. Какие там нехорошие ставки, мало платят и так далее. Опять же, условный Skyeng-собирательный образ. И это как будто бы идет как, ну, конечно же, все знают, что тут недоплачивают, ну что же делать и так далее. А вообще преподавателям надо платить лучше. Стоит мне в какой-то момент начать говорить про цену, что урок преподавателя должен стоить не меньше, чем 2500 рублей. Мне сразу пишут, Анита, а вот вы знаете, что там-то, там-то, вот там платят, так-то. И я хочу здесь кое-что сказать. Я раньше тоже в целом была возмущена и недовольна. Ай-яй-яй, ну как же можно вот так платить преподавателям? Ведь там труд должен лучше оплачиваться и так далее, и так далее. Пока я не стала работать со фрилансерами. И когда я стала работать со фрилансерами, я поняла одну вещь, что и я сама путала раньше, и коллеги сейчас мы тоже путаем. В общем, мы все путаем. Давайте разберемся, чтобы больше не путать. Мне кажется, что мы путаем ставку в найме, условном найме и ставку в работе на себя. Когда я говорю про фрилансеров, я обучаю преподавателей работать на себя, я обучаю репетиторов, тьютеров, коучей языковых, да, как бы мы себя ни назвали. Собираю это, условным словом, фрилансеры, самозанятые, ИП, неважно, как мы зарегистрируем. Я говорю про ставку в работе на себя. Есть еще два типа ставок, на мой взгляд. Ставка в найме, и давайте про нее поговорим. Это, наверное, я не знаю, в каком виде происходит сотрудничество с КАЭК, поэтому здесь конкретно не про эту школу. Да, про то, что есть языковые центры. Мы сейчас не берем даже наймы в виде университета и государственных школ. Берем языковые центры, в которых платят условно по часам, но вы устроены там официально по трудовому договору. Это значит, что к ставке надо прибавлять, что за вас платится налог, и вы можете получить налоговый вычет, например, за обучение, за медицину, за покупку недвижимости. Это деньги, которые, на самом деле, вы как бы получаете, но вы платите государству. Да, за вас это делает ваш работодатель, но глобально это ваши деньги, на которые вы можете претендовать потом. Это мы учитываем. Мы учитываем больничные, мы учитываем отпуска, мы учитываем обучение. Вот недавно общалась тоже с одной коллегой, она говорит, ставка, конечно, маленькая в компании, а потом выясняет, что там двухмесячный отпуск, больничные, все официально оформлено, и еще оплачивают там периодические командировки. Куда ты думаешь? Вообще-то для школы очень немаленькая ставка. Это ставка в найме. Есть ставка в условном найме. Это когда мы работаем со всякими школами, как подрядчики на самозанятости или ИП. Такая схема довольно распространенная. Обычно мы там заняты не полный свой рабочий день, и с нами работают как с почасовиками. Я это называю условным наймом. Он, на самом деле, вообще к найму не имеет никакого отношения. Но многие преподаватели путают это с наймом. Думают, вот я трудоустроенная и работаю на языковую школу. Нет. Если вы сотрудничаете с кем-то, как самозанятый или ИП, вы не в найме, вы не работаете на школу, вы работаете на себя, и как фрилансер предоставляете свои услуги конкретно языковой школе. И это ставка в условном найме. Почему в условном, ну, все-таки, почему это может быть ближе к найму, да? Потому что обычно все-таки у таких школ есть какие-то плюшки в виде обучения, например. Я так понимаю, что в Skyeng это вообще довольно много. Слышу от преподавателей, которые приходят к нам учиться, говорят, что вот проходили много-много-много курсов там в системе SkyTitch. Второй момент, да, обычно бывают какие-то командные мероприятия, какие-то методические посиделки, я не знаю, изучение английского и так далее. То есть тоже могут быть разные плюшки, которые мы тоже от такого сотрудничества получаем, да? Соответственно, это тоже на самом-то деле имеет смысл учитывать. То есть там не просто там 200 рублей, которые нам платят, да? А это еще возможности, которые мы можем получить. Другое дело, нужны ли вам эти возможности или нет. Если вы ничем не пользуетесь, действительно ставка грустная. Если вы, допустим, начинающий преподаватель, который всем начинает пользоваться, учиться и так далее, это вообще другое дело. И ставка в работе на себя. Принципиально сравню ставку в наймах и ставку в работе на себя. В чем разница? Когда мы работаем на кого-то или сотрудничаем с кем-то, мы выступаем в одной роли. Допустим, я преподаю языки. Я, как я себе представляю работу в онлайн-школе, все, что тоже, может быть, это все неправильное представление. Опять же, я не работала только по моим общим представлениям. Там тоже Skyeng, ты приходишь, ты открываешь, у тебя уже записан ученик, не твоя проблема с ним связываться, если он пришел или не пришел, не надо напоминать ничего, да? То есть мы чисто как учитель приходим в обозначенное время на урок и проводим этот урок. При этом к уроку, я так предполагаю, особо готовиться не нужно. Если хочется, то можно, да? Но такой потребности и необходимости глобально нет, потому что есть конкретный план урока, и там даже написано, что конкретно сказать в каждый момент времени. У вас тичерс-бук прямо перед вашими глазами, у ученика его нет, все там, ничего открывать, девать никуда не нужно, в общем, все уже готово. То есть глобально я эту систему вижу так, что преподаватель пришел на урок, там, не знаю, за минуту до урока, там, за пять минут до урока подключился на какие правила в компании, провел урок, все, он больше не думает ни про этого ученика, ни про эту школу, у него там свои 10 минут перерыва, пока не начнет следующий урок. И школа со своей стороны забивает тот график, который преподаватель сказал, что у него есть, своими уроками. Я эти договоренности вижу примерно вот так, я могу ошибаться, но как бы это, опять же, взгляд человека со стороны. Что это значит? Это значит, что Ташкая школа, она за преподавателя забирает работу администратора и забирает работу продажника. Я сейчас обучаю учителей, обучаю учителей работать на себя, и главный вопрос, который говорят все, главная проблема, которая есть у всех, мне нужно больше учеников. Где брать учеников, если я не хочу заниматься сарафаном, если я не хочу вести блог, если я не хочу там продвигаться на профиру и так далее, где их брать? Ну, нигде, да, то есть эту задачу тебе придется решать самому, как преподаватель, работающему на себя. За тебя никто это не сделает. Не, ну, в целом можно нанять себе администратора, допустим, продажника, маркетолога, так можно и, возможно, даже нужно сделать, но это приведет к тому, что ты этим людям будешь отдавать там часть своей зарплаты. Например, если взять, допустим, СММщика на полный рабочий день, такой вот условно-удаленно-дистанционно, не супердорого, да, это получается там, допустим, даже там, не знаю, 40, 50, 60 тысяч, что-то в этом роде ежемесячно нужно будет человеку платить в зависимости от там количества проектов, которые человек ведет. Пожалуйста, можно там, если у вас зарплата, допустим, 100 тысяч рублей, из них 40, 50 вы можете отдавать спокойно маркетологу, если есть на то желание. Есть еще работа администратора, администратор тоже получает деньги за свою работу, и когда я предлагаю коллегам рассчитывать свою ставку в работе на себя, я предлагаю сразу делить ее на три. То есть, допустим, если вы в работе на себя берете 1200, то на самом деле, по факту, там, стоимость вашего рабочего часа 400 рублей. Это очень сильно сравнимо с тем, что платят языковые школы. Поэтому, когда в какой-нибудь, допустим, школе вам платят там 400-500 рублей, скажут, что-то мало, а на самом деле надо умножать ставку в три раза, потому что если бы вы работали на себя, да, это было бы эквивалентно вашей ставке в 1200 там или в 1500 рублей. Это я не к тому, что выгоднее работать в онлайн-школе или там выгоднее всегда работать на себя. Да, таких уроков по 1200 можно провести все-таки побольше. Не всегда там может быть это четкое там деление на три, но глобально это в целом на три. Потому что, когда мы начинаем работать на себя, мы треть нашей работы преподаем, особенно на самом начале пути. А потом, да, наша зачетка начинает работать на нас, наше сарафанное радио начинает работать на нас. Не у всех, только если мы его выстраивали. И тогда можно чуть больше преподавать, чуть меньше заниматься всем остальным. Но глобально это вот так. И это видео я записываю не для того, чтобы обелить языковые школы и еще что-то. У меня совершенно нет такой задачи, такой необходимости. Но мне хочется, наверное, восстановить некоторую, ну, во-первых, справедливость в том контексте, в котором я нахожусь. Потому что, опять же, я никакого не имею в отношении. Мне как бы, когда что-то, как бы, ты знаешь, что сравнивается неправильно, в общем, у меня возникает некоторое возмущение и желание рассказать, да, про это. Но моя, на самом деле, задача, то есть, поскольку я не связана никак с онлайн-школами, я связана с репетиторами. Мне здесь хочется как раз всем сказать, если вас возмущает, да, ставка конкретных онлайн-школ, посмотрите, пожалуйста, на свою ставку. Не может ли такое быть, что вы себе платите меньше? И глобально здесь получается дальше логика такая. Если преподаватель сам себе, допустим, берет за урок 800 рублей, ну, откуда будет мотивация у больших работодателей, которые могут позволить себе найти довольно много разных преподавателей, платить больше? Ну, это, в принципе, наверное, с точки зрения бизнеса довольно глупо. Взять человека к себе на работу и платить ему больше, чем он платит себе, работая на себя, да, потому что ты забираешь за него часть работы и в итоге платишь ему больше денег. Непонятно, нелогично. Поэтому мы здесь все как-то, ну, переплетены и связаны. Поэтому, наверное, лучшая стратегия, на мой взгляд, это посмотреть, да, если меня, допустим, возмущает ставка в конкретной школе, что с моей ставкой, и начать в любом случае с себя. Я считаю, что в любом случае и 800 рублей в работе на себя, и там 250-300 рублей в работе на онлайн-школу, это действительно мало для преподавателя с опытом, который хорошо и качественно работает. Здесь хочется сразу сказать, давайте менять систему, давайте, значит, всех обяжем платить больше. Но я не думаю, что так бывает. Я думаю, что нужно обращать внимание на то, что ты можешь контролировать сам. Я могу контролировать глобально свои ставки за свои уроки и за свои курсы. Я это делаю. Вы контролируете свои ставки за уроки и за свои курсы. Постепенно, да, там, репетиторы, если будут лучше оценивать свою работу, особенно персональную работу, оценить это время, работодателю просто не будет выхода и выбора, как тоже повышать цены, да, потому что люди будут думать, так, я все-таки на себя там могу работать за 2,5-3 тысячи за урок. Это уже не сравнится ни с какими там 350-500. Все, что до 1000 рублей, очень сравнимо на самом-то деле, в итоге, если вы берете 1000 рублей на себя, то это очень сравнимо со ставкой онлайн-школы. И поэтому такой выбор может быть. Ну, может быть, все-таки школу, да, пойти лучше. Ну, на мой взгляд, наверное, если я была там плюс-минус начинающим, может быть, среднего опыта преподавателя, и не хотела бы работать, именно искать себе учеников, мне кажется, лучше, там, проще провести, условно говоря, 7 уроков подряд, которые тебе набрали, поставили в расписание, не знаю, с перерывом на обед. Таких уроков даже можно 8 провести, да, потому что ты, в принципе, их ведешь довольно автоматизированно. И все, и твой рабочий день закончился, и ты больше ни о чем не думаешь. Когда ты работаешь на себя, ты не можешь провести 8 уроков подряд. У тебя какие-то происходят отмены, там, еще что-то и так далее, и ты гораздо больше времени тратишь на эту работу. Поэтому до тех пор, пока наша репетиторская ставка сравнима со ставкой, которую мы получаем и нам платят в онлайн-школах, это будет продолжаться. Если вас это возмущает, и вы хотите что-то поменять, то вы можете начать со своей ставки. Такое видео у меня на сегодня. Дайте знать, что думаете по этому поводу. Еще раз, оно было не про конкретную онлайн-школу, потому что я ничего про, на самом деле, про внутрянку работы там, да, не знаю, потому что не работала, не сотрудничала. Но это именно было видео для фрилансеров. Очередной ракурс, очередной повод посмотреть на ту ставку, которую вы платите сами себе. И все. И на этом я уже сегодня выдохнулась. Выдохлась. Сказывается то, что я еще болею. Все, на этом большое спасибо. Подписывайтесь на мой канал в Телеграм. Там больше выходит всякого полезного постов про работу на себя. Кстати, мы планируем еще одно мероприятие на конец августа на такую подготовку учителей к школе. Поэтому подписывайтесь на канал тоже, чтобы не пропустить. Оно будет бесплатным тоже для всех. Подписывайтесь, наверное, видимо, на мои ВК-видео. Сейчас это очень в тренде. И увидимся с вами в следующих видео, с кем увидимся в Ярославле на конференции. Вам тоже всем привет. Обязательно подходите поздороваться. Все. До новых встреч через неделю, коллеги. Отличного вам рабочего времени. Пока.